Субтитры делал DimaTorzok Жена араб, это неправильно Жена должна быть казашка Жена араб Не может быть араб Категория женщин, которые прям фанатичные мамы Они, в смысле, ни на секунду не отходят от своего ребенка Мне кажется, показывали так и разрушали семя Да, да Если он сейчас откроет ноздри, он сейчас врет Никогда-никогда Все, врет Не, реально, братан Ну, я знаю, но, в смысле, она знает, что Все, да, да, да Ты, как я, прям, как ведущий стал Мы все поняли, да? Я мужик Насчет Мерса и этот, зеркал Да, давай, вот Ты прям в тот раз, походу, бомбанул, да? Ты прям жестко, короче, это Ну, на самом деле, это вообще Такая боль, что она раздражает И хочется Материться и швырять все подряд Мне третий раз снимают зеркала Сначала у меня сняли на Мерсе Цэшке Вот, который я продал Потом сняли на Лексусе И вот, третий раз у меня Снимают на Вот, в новой Цэшке опять Я оставил машину на 20 минут Возле Калибре На Ленина-Сатпаева Освещаемая улица Центр города Зашел на 20 минут Сидел еще, прикинь, в окно Пикал И выхожу через 20 минут Смотрю, правого зеркала нет А, то есть, одну только забрали? Да, получается, правый лопух А мне кажется, то, что ты пикал Ты нам привлекли внимание Я недавно задумался, короче Тоже думаю, надо попикать ночь Смотри, мою машину на всю улицу, короче Сидел в Мерее Кажется, ты сам притянул Может быть Вот, вчера, помнишь, когда мы общались насчет этого Ты сказал, что это большой рынок оказывается Это вообще, блин Расскажи немножко, потому что Обычные чуваки не знают Ну, вот, мы думали, почему эту хрень не устранят А потом посчитали, примерно, если в день там снимают Только в районе, в центре города На одном районе, вот Курмангазы-Валиханово За ночь снимают от 8 до 15 лопухов Просто за ночь, прикинь Один лопух стоит 150-170 тысяч Это, прикинь, нет никакой себестоимости Ты пришел, снял лопух, продал его Все, 150 тысяч Сыдают клиенты На выкуп и на продажу Все, блин, есть спрос Есть желающие, которые будут покупать И они сами создают рынок И нахера, блин Я вообще, эта тема такая Меня бесит И мы посчитали, в общем, если в день снимают 15 лопухов Это примерно сколько будет Даже не в день, мы вот считали с того, что 500 тысяч машин есть в Алмате Правильно? Я сейчас скажу Минимально 500 тысяч Минимально 500 тысяч машин Из них пусть снимут Пойди у каждого второго снимут Ну пусть будет треть Да, мы уменьшим На два Это будет 150 тысяч машин 150 тысяч машин по Алмате в год У которых снимают зеркала Ага Теперь, если брать минимальную стоимость зеркал Там от 100 тысяч На рейндж-ровер до 800 тысяч То среднее между ними это 450 тысяч тенге Ага 450 тысяч мы умножаем на 150 тысяч Еще раз делим на два И у нас в итоге получается около 50 миллиардов тенге Рынок, короче, да? Который И прикинь, на хрена его прикрывать? Типа, наверное Когда это очень Чемгулаг? А Чемгулаг в год делает оборот 3 миллиарда Со своими огромными рекламными Ты прикинь, какая корпорация Рекламными бюджетами Это не точная информация Ну, примерно Да, около Да, даже эти 50 ярдов Раздели еще на 10 Пусть останется 5 ярдов Ага Это до хрена Это очень много И тут никакой себестоимости Не надо никакого производства Ты просто снял, пришел, принес, бах Вот в этот же день у тебя купят И поэтому мы полагаем Потому что этим вопросом никто не хочет заниматься Даже после убийства человека Эту тему не решили И просто бесит Я просто выхожу И если вижу машину без лопухов Меня просто раздражает Что за хрень? Почему? В смысле, как мы хотим войти В тридцатку развитых стран Если, блять, у нас днем В центре города Могут убить тебя за лопухов И никакого решения После этого не будет И это никак не искоренить Что за хрень вообще? Мне вот тоже Убек рассказывал Как решаются вопросы в Китае Да, по таким моментам Добавь Ты шесть лет прожил в Китае Начни с этого Да, я шесть лет прожил в Китае И в Шанхае было перенаселение самого города И были пробки, заторы, короче Слишком много людей И они просто вот сели и решили Что надо разгрузить город И всех нелегалов надо просто убрать отсюда И приходили на точки Например, у тебя нет лицензии И ты там продаешь Не знаю, еду там Или вся какую-то хрень Или ты Ну, короче, нелегальным этим бизнесом занимаешь Они тебе делают предупреждение Типа вот All just Мы тебе даем время Два дня Давай Выметайся отсюда Приходят через два дня Ты никаких действий не сделал Они просто берут и бетонируют Просто берут и бетонируют Вот если твоя комната Всю комнату заливают бетоном Ну, в смысле Вход берут и заливают просто бетоном Да, да, я понял Приходят там 10 человек 10 солдатов И просто тупо бетонируют И все И вот так действительно это решают Эти вопросы решают И они там за год разгрузили город в два раза И всех нелегалов Всех тех типов Которые неправильно или нелегально занимались чем-то Просто убрали То есть решение убрать с рынка Всех тех, кто продает без рецензии Без лиц Это уже Блин Это уже Как бы урежет вот эту хрень Снимание зеркал И Ты приходишь, короче Как? Почему люди приходят и покупают опять зеркала? Те же ворованные Типа Почему вы не купите там В мерседес-центре Ты в мерседес-центре приходишь Тебе там зеркала у тебя выйдут 600 тысяч Две штуки баксов за зеркала Ну и естественно Не хочешь тратить две штуки баксов Ты едешь на эту Гребанную Кар Сити И где люди стоят просто Ты подъезжаешь без лопуха Тебе люди на дороге вот так говорят Типа Вот-вот заезжай В шапках, блин В очках, в кепках Типа заезжай, мы тебе продадим лопухи И Блин, ты приезжаешь и просто от безысходности Покупаешь зеркала там В четыре раза дешевле, чем в мерседес-центре В четыре раза Ты не можешь себе позволить купить обратно зеркала за 600 штук Это ж капец, да? Четко выстроенная система Да Человек, который своровал зеркала, получает продукт Да? Зеркало Но тем самым, как получил он этот продукт, он сразу же делает потребность в этом зеркале Ну прикинь, я там Это сразу порождает Это продукт, порождающий потребность, идеально просто Это офигенная схема Прикинь, мы бы отшивали там тысячу костюмов и мы знаем то, что завтра их купят все Костюмов нет на рынке, мы у тебя отбираем костюмы и тебе же продаем Сто процентный спрос Все Спрос есть По-любому зеркало купят И типа один из моментов решения это то есть типа И типа говорят Приехали менты, прикинь, у меня сняли лопухи Приехали менты на Курмангазы Валихану Я говорю, вот, у меня ночью сняли лопухи Тогда у меня на цешке сняли два лопуха Приехали, я говорю, типа Вообще реально найти? Нет, найти нереально Прикинь, тебе в лицо говорят, найти нереально Они запачкали всю машину, сняли у меня отпечатки И найти нереально Типа за вчерашнюю ночь сняли здесь десять лопухов За вчерашнюю ночь сняли десять лопухов Такие оптимистичные менты И ты им говоришь, типа А что, нельзя там сделать подсадную утку, поставить машину и следить за ней Потому что на Мерси сто пудово снимают На Мерси сто пудово снимают Мерс там, крузаки, рейндж оверы Сто процентов снимают Нельзя их выловить таким путем? Ну нет У вас недавно заработал этот же Сергек? Да Поставят, да? Относительно решить, да? Ну блин, Астана у нас немножко, вы же знаете, отличительный город Такой красный, где, ну у нас мало такого происходит Такое происходит, но мало Не как у вас в Алмате Ну, за счет того, что у нас в городе живет президент, во-первых И во-вторых, то, что у нас там Сергейки Но Сергейки, мне кажется, мало что решают В плане именно такого Но у вас вот в этих точках, если Сергейки поставят Ну, мне кажется, это будет уже, да? Какое-то это решение Ну, я не знаю, если ничего не поменялось Хотя Сергейки, как могут помешать, да? Рынку, где пятьдесят ярдов крутятся Ну, и в Астане то не поменялось Опять же, такой вопрос Если бы это было по всему Казахстану Или по всему миру Было бы понятно, да? Ты с этим терпишь, ты с этим миришься И просто делаешь так, чтобы твои зеркала остались в сохранности Но в Казахстане это вопрос-то решен В Астане то нет этой проблемы Как таковое Как ярко, да? В Алма-Ате это прям боль Любого алматинца, любителя спроси Он скажет, да, у меня там два года То есть алматинцы делятся на две части У тех, которые сорвали У тех, у которых еще не успели сорвать А воруют у всех Это зеркала гребаные воруют у всех И ты прикинь И не пользуешься тачкой, братан Имея машину, да? Свою собственную Которую сами купили для себя Чтобы для передвижения Мы ставим ее на парковку И, например, мы едем Играем в футбол по понедельникам Мы ставим машину на парковку И едем на футбол На такси Чтобы не спиздеть Чтобы не выйти Чтобы не испортить настроение, блин Или типа я там живу на Курмангазы Еду на Абая Паркуюсь И возвращаюсь на такси Каждый день, прикинь Вообще гон, да? Абсурд какой-то А другого варианта нету Тебя ты не защищен Ты если оставишь машину Тебе сто процентов И с ним А если так глубоко Прямо посмотреть То есть кардинально Чтобы решить Это что должно Типа опять же реформа И так далее А я не знаю Реформа помогает мне или нет Уничтожит рынок сбыта Ну пусть Сергеяки наладят И пусть реально будут Либо сажать Либо наказывать Тех, кто ворует У нас же есть огромное количество Случаев, которые раскрылись После убийства Дениса Когда люди говорили Я знал этих, да? Грабителей Их в основном поймали Их отпустили Через пару дней Отпустили И они вот в Алматы Такую херсть сотворили Воруют зеркала, да? На протяжении там Десяти лет, да? Сначала снимали там колеса Магнитофоны Теперь снимают зеркала Эта проблема есть Она явная И теперь надо потратить Еще там Не знаю сколько-то ярдов Чтобы взять Блин С бюджета Поставить Установить эти камеры Когда можно это решить Просто вот на месте Просто вот Ты поставил тачку Вот одного, второго, третьего Закрыл Посадил Жестко наказал И все Люди же не понимают Что если я буду это делать Меня будут наказывать И все В смысле все больше не будет В Белоруссии так Блин Мы вот были в Минске Просто мы охренели Мы просто охренели Там идеально Просто Мы выехали с аэропорта Едем Поле Оно полностью Орошено По всему По всей стране По-моему На по всей стране Проведено Оптоволокно По всей стране Почему не хотите Выросли нам друг Которого Потому что Они провели оптоволокно Во всей деревне Ни хрена себе В смысле даже Да Везде Чувак просто корову подоил Сел за комп И начал херачить Проги всякие У него достаточно интернета Для того чтобы Работать Да И там жестко наказывают Вот У нас друг Не знаю Партнер в будущем Он приезжал Он говорил Мы ему рассказываем Про лопухину Он говорит Что за хрень вообще Что за фигня Типа если у нас там даже Разобьет окно Все он попал Жестко Он ему В смысле Человеку который Это хочет сделать Он понимает Что это того не стоит Я сейчас разобью окно И сяду на пять лет Например Страх Да Воруя зеркала по сути Вот мне тоже Расик рассказывал У них есть такая фраза в Америке Типа You stole my time Типа Ты своровал мое время Воруя зеркала Они воруют не только зеркало Они реально воруют Время Воруют там В моем случае допустим Они своруют там Те же самые там Вещи или там Продукты домой Для семьи Они своруют Мое внимание Которое я мог потратить на свой бизнес Или создать еще одно рабочее место И вот Эта проблема Она прям глубокая Если ее копать Это не просто дело в зеркале Это реальное дело в менталитете И отношение народа Общества к этому Почему мы с этим И просто люди прикинь уже Эволюция только поможет Как Эволюция в смысле только поможет Эволюция сознания может быть Ну И пришло к тому что Люди уже просто Не вызывают ментов Типа у тебя сняли лапы Типа окей Бля вот Типа на себя уже говорят Типа вот дебил бля Куда я поставил Или типа Ладно Сабр Мне люди пишут Типа Да успокойся Чего ты подумаешь Зеркала Типа люди умирают А ты типа за зеркала говоришь Да бля Почему я должен этим мириться Да У меня снимают зеркала в третий раз Почему я должен Типа Ой Хочешь Какого хера я заработал честно Я купил тачку блин Я хочу ездить И не переживать Что после каждой встречи Я выйду И у меня не будет лопахов Вообще сама ситуация странная Да Типа И все И пришло к тому Что народ типа просто Смирился с тем Что снимает лопухи Тебя очень хорошо поддержали Разные блогеры Смотри опять Пошла волна Да какая то Все начали опять говорить Про это и так далее У нас поднялись продажи А? У кого? У нас поднялись продажи Серьезно? Нет Нет Павел Вот твой пост про зеркала и так далее Пошла вторая волна Блогеры поддержали Но толком ничего не случилось Да поедем? Еще раз Никто не связался И Акимат И МВД И МИД Отмечал и там писал А Акимат мне там ссылку скинул Типа пишите сюда Типа вот так Слова наших блогеров Да вот то что там вот это вот шейрится И так далее Хочешь сказать что наши блогеры Не имеют никакого веса Нет серьезно Получается Веса такого нет Ну кроме того что мы говорим об этом и так далее Но к этому серьезно пока не относятся Да блин Что должно произойти еще после Дениса Что еще должно произойти Чтобы на это обратили внимание Вот что? Ну скажи что должно произойти Вообще Для меня вообще это непонятно Это какой то Действительно какой то абсурд Непонятно Если даже после этого Эта проблема не решена Какие то рейды были там Показывали Выставили Блин ну вот просто Тупо приедешь На Карсити Без лопухов просто выйдешь И ты увидишь Вот они все стоят они Они прям выстраиваются У меня это видео Я выкладывал в инстаграм Они прям выстраиваются И говорят Иди сюда Откуда у него этот лопух? Откуда он взял? Ему говоришь дай чек Хай да вот чек типа Это вот от 222 типа Лопух ты можешь себе поставить там Блин думаешь Ну вот они же Придите возьмите их В чем проблема? Я просто хотел подвести к блогерам Насчет их слов То что эта волна есть Но Такого Какого то эффекта нет И я прочел у тебя Насчет Недавно же вышел Давыдачи Да Вот И у тебя в телеграме Оказывается писал И блин Просто думаешь Если с Давыдачем так То есть чувак да Супер популярный Самый большой да Ютуб канал на тот момент Да Самый активный Самый крутой Все были за него Блинародный Любимый До конца до талого за него А когда вот он столкнулся с реальными проблемами Подписчики не играют никакой роли Не имеют никакой силы Они становятся просто в роли наблюдателей Как ты думаешь У нас Примерно то же самое будет Если с кем-то из блогеров С вайнером Что-то там Мне кажется Поэтому и Блогеры особо И не лезут туда Понимают то что может Вот так произойти Хапнуть Ну да Никто не хочет быть жертвой Хапнуть один Да Все те которые там тоже В итоге скажут Окей Окей Ну пойди Он сам был виноват Да По идее Мне кажется Вот это и мешает Знаешь Прям открыто что-то говорить И прям Чтобы доводить до результата То есть Мы везде Пытаемся немножко Сгладить углы Ну это наш азиатский менталитет Это наше воспитание Нас так воспитывали наши родители Почему вообще Эта проблема возникает Мне кажется что Это советская тема Да В советское время Они настолько настрадались Что они нас воспитывали Такими словами Типа Типа Ты сказал Слово Типа все Ушел в ссылку Салам алейку Вот я недавно Как раз этот Когда я сидел с ребятами Кто-то сказал типа Главный соус Пусть там воруют Пусть там Творится В этом есть тоже правда Конечно Базар нет Если прям задуматься Если был бы выбор Да Или ты идешь через доказавая правду И будет соус Там что-то не дай аллах Конечно ты не идешь Но можно же найти Какое-то решение совместное Опять же Сама ситуация То что мы Так рассуждаем Это уже Как-то странно Уже внутри есть Такая жилка Типа Типа Базара нет У вас нет войны Но мы не в тридцатке Блок отношений этот я хотел начать Жена араб Жена араб Жена араб Это ну неправильно Должна быть казашка Жена араб Не может быть Жена араб У тебя короче Был такой пост Где ты прям Набрал капец баллов Такие знаешь Прям перед казахстанской аудиторией Девушек Прям знаешь Реально Твой пост Мне кажется Показывали так И разрушали семя Да 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 Вот Жена это араб Я частенько был свидетелем Когда родители дают наставления своим сыновьям Мол твоя будущая жена Жена должна то Должна это Должна в пять утра просыпаться В шесть приготовить завтрак В семь целям давать А в восемь во дворе убирать И так далее Стоп А не легче ли тогда просто горничную нанять Так и нервы будут сильнее И кошелек Ведь жена это Ой какое дорогое удовольствие Нас братом воспитывали так Что жена это и соракень И друг И компаньон И любовница И в первую очередь Личность Самодостаточная личность Которую нужно уважать И развивать Раз ты решил ее взять за свою спину Я также благодарен Богу За мою мудрейшую маму Которая сама выстраивала Отношения с моей женой Я помню еще в детстве Мама мне говорила Мать всегда должна дружить Со своей снохой Нравится ей она или нет Если не хочет испортить Отношения с сыном После рождения первого сына Мы не сразу стали понимать Что происходит Дома появилось счастье Но наши отношения Стали ухудшаться Люди говорили Что это кризис трех лет Мы стали чаще ругаться Она была занята Всегда ребенком Я хотел внимания к себе Как раньше Но понимал что должен его делить Еще ей нужно было Восстанавливаться После родов Она стала меньше высыпаться От этого была раздражена И проявляла Меньше любви и ласки Следовательно Страдала и наша Сексуальная жизнь Что мы сделали При моей зарплате 200 тысяч тенге Мы наняли няню за 80 И все пошло в гору Я помню эту трансформацию Жены Начались салоны Спортивные тренировки И саморазвитие Тогда у меня щелкнуло в голове Неужели все так просто Она буквально за месяц Так сильно изменилась Стала высыпаться Снова готовить Мне завтраки Да и в целом Мы стали проводить Намного больше времени вместе И у нас снова появился секс Следовательно В перспективе Это повлияло на мою продуктивность На мой бизнес Заработок И на мои отношения с любимой Представляете Как все просто и взаимосвязано Вы бережете Своих любимых А они вас Сохранитель Кстати Через месяц она стала Сама зарабатывать Больше чем мы платили Няне Мне писали огромное количество Женщин Которые говорили Блин это самое лучшее Читало Я обязательно покажу От своего мужа Короче Потому что Такой же аналогичной проблеме И Но у меня этот пост Я писал реально О чем я думаю Но я написал это Неосознанно Мне позвонил Моя сестренка Учится на жарфаке И она Ее зовут Нурай Подписывайтесь Ее зовут Нурай Она мне звонит Говорит Классно Говорит Круто читать Офигенно Но первое правило Которым у нас учат на жарфаке Все что ты пишешь Говорит Делай на женщин В этом В инстаграме В блоге Потому что вся аудитория Читает что в основе женщины Я говорю Прикольно Ты попробуй что-то написать Именно вот На целевую На женщин Вот какой-нибудь материал Который зайдет Я как раз тогда У меня есть прям заметки Моих этих постов Там 100-150 тем Которые я хотел Я начал искать между ними Короче И нашел как раз так эту тему И когда писал Прямо осознанно Писал для женщин Чтоб прям им Зашло Ну 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 Давай теперь о самой ситуации Вообще Как это у вас так Мы сейчас будем его проверять Да? Он будет в свою сторону Не-не-не-не Обязательно Потому что я же это уже обсудил Давай А не А ты Ты бы так и сделал бы тоже Вот Ты же пока не женат Ты же правильно? Ну Ну там-то нет ничего такого В смысле Я тоже Придерживаюсь к тому Что жена не араб Окей Хорошо Первый раз когда мы обсуждали С гостями Они сказали Блин Ну скорее всего это какой-то Индивидуальный случай Такой Этот Я не знаю Они сказали Вот скорее всего это Индивидуальный случай Да-да Оба женатые Я хотел поразгонять с ними Дети есть, да? Да-да-да-да Они во-первых сказали То есть я с такого ключа Ни разу не думал Они говорят Скорее всего Няня какая-то знакомая женщина Нет Потому что я бы не доверил Чужой знакомой женщине Есть Тоже два момента Это ты либо становишься мамсиком В том плане Как это называется Когда вот мама такая Фанатичная мама Фанатичная мама? Да Ганс Фанатичная мама Милфач Ладно Милфач Ладно Короче есть категория женщин Которые Прям фанатичные мамы Они в смысле Ни на секунду не отходят От своего ребенка И все время типа с ним До конца И просыпается И спят И про мужа вообще забыли Слава богу Я же мать Если считать как у вас Как это хватало Если там 80 тысяч платили няне Изначально Там 120 Там еще тренировки Там саморазвитие Там вот это Ну смотри Тренировки сколько ты думаешь? Не знаю Тренировки Как? Тренировки Абонемент Тренировки А Ну что еще там Салон Раз в две недели сходить на ногти Ну ногти Ну пусть будет 10 тысяч Пусть будет 15 тысяч Ну в принципе Даже 200 ты говоришь Хватало В принципе окей А вообще легко даже? Ну смотри как Я опять же в конце же тоже Там дописал Ну ты не снимаешь квартиру Да? Нет А все Я смотри Там в конце же еще дописал Она даже там первый месяц Пока она вот нянька устроилась Она сразу же начал заниматься бизнесом Там После первого После жизни первого ребенка Угу Она стала заниматься бизнесом Там Стала принести свой заработок И как минимум Закрывала няню со своей идеей А ну то есть Она разбирается сама в бизнесе тоже? Да? Ну да А ну это хорошо Я просто тоже об этом думал сам Типа что я Ну она часто и работала И занималась там что-то свое Да там продавала То коляски онлайн продавала То косметику там То женскую одежду Но восемьдесят тысяч тенге Тяжело не заработать Делая что-то Угу Что Что ты должен сделать На работе такого Чтобы не заработать восемьдесят тысяч Типа Как Как вообще это возможно? Даже востоять Я Я короче думал насчет этого Если сам бы да Что сделал Угу Угу Мне сама идея В эту тему Лубек отключился вообще Да я не женат Я еще ребят Нет ты насчет этого не раздумывал вообще? То есть Или ты так и сделаешь То есть Когда жена будет Ты готов спокойно Хоп Сразу делегировать У меня просто примерно был Этот Взгляд был такой Первый год Он ответа не будет даже дать Похмешь, да, такое? Все, спасибо большое Первый год По-любому, типа, жена должна смотреть Нет, ну, смотри, пусть смотрит Но она же не должна тебе по-любому готовить, убираться Дома, гладить твои вещи Это же вот основные операционные Ну, бро, тут опять же, в смысле, какие цели ты преследуешь? Если ты хочешь взять жену, и чтобы она смотрела Целыми днями за ребенком И сидела дома, и ничего не делала Тогда да Хватит надолго тебя самого Ну, в смысле, а если ты хочешь, чтобы Твоя жена тоже развивалась И как-то вровень с тобой шла Это другое, ты дай ей время, чтобы она это делала А не так, чтобы ты взял, женился И все, она сидит дома Еще и встречали ребенка, еще ребенка я оставил Ну, это к чему приведет? К тому, что ты Уйдешь в развитии, и ты будешь приходить И вам не о чем будут разговаривать Ты будешь смотреть фильмы и спать, и все То есть Витки развития, короче, должны быть Ты должен давать ей, не заставлять Ты должен давать ей свободное время Я так считаю Может, я неправильно Свободное время, чтобы она чем-то другим занималась И как-то развивала себя А если она не будет развивать Ну, это печально закончится Ну, либо ты сам не развиваешься Ты просто справишься на работу Программистом И все, и вам нормально И вы вдвоем охрене То есть, самое главное быть на одном уровне развития, да? И давать площадку Ну, ты как мужчина, я считаю для себя, опять же Я как мужчина должен, если я вижу, что у меня как развитие идет Я обязан давать ей площадку для развития Если у меня есть на это полномочия Потому что, соответственно, если было бы наоборот А у нас были ситуации, когда я вообще там был в потере В смысле, я не знал, чем заниматься Мне неправильная работа Она как раз таки и занималась продажей этих колясок И там приносила по 700-800 евро Ну, то есть у нее есть жилка, да? Да, да, есть жилка Это тоже Ну, я не знаю, как это С ее стороны, но она сделала Она больше дувер, в смысле, она жесткий Если надо, она будет похерачить и пахать, короче И в тот момент, там, на протяжении полугода Там, 3-6 месяцев Мы жили вот таки на этой коляске Я ей как-то помогал, но в основе это был ее бизнес И, соответственно, я понимал, что в тот момент Это не была ее прямая обязанность И она вообще не должна была этим заниматься Ну, и поэтому я так же к ней отношусь Там, где я не должен, возможно, не должен был ей давать эту площадку Но я понимал, что я могу это сделать Почему бы это не сделать? Я говорил насчет года Ну, в смысле, год после того, как ребенок родился Я хочу, чтобы она была с ребенком После года, да, то есть нанять няйку и так далее Не знаю, мне кажется, просто очень важно, чтобы именно мать была рядом Именно первый год Пусть будет рядом Мне еще кто-то сказал, я недавно встречался А, главная мама страны, что такое в паблике Да, да, я имя уже забыл Вот она мне сказала, типа, самый первый год рядом с ребенком Это самый важный момент, короче, в плане развития Я не знаю, я эту гипотезу не проверял Мы, допустим, как у меня супруга родила, мы через две недели пошли на 50 оттенков серу В кинотеатр после родового И няню когда этот наняли? Первый раз мы шли к этому долгу, потому что, опять же, был вопрос в финансах Мы наняли няню, как раз Бека тоже мне посоветовал очень сильно Мы как раз встречались с твоей тетей, помнишь, которая нам объясняла, да, эту ценность И когда это был, например? Сколько это было? Это вот у Марка, как раз бы Да, сыну, например, было 10 месяцев, наверное, и так А, 10 месяцев? Да Ну, просто у Лубека есть тоже ментор, женщина Ты расскажи Что она рассказала, что, почему? Она очень тебя хорошо реализовала в плане семейном бизнесе, в сфере И она тогда как раз-таки в Лубеку донесла такие вещи, в смысле Непонятность Жена это не твоя кухарка и уборщица Тебе легче нанять кухарку и уборщицу, если ты женишься в этих телях Если ты женишься в этих целях, то смысла нет жениться Зачем? Если ты хочешь, чтобы у тебя было все время чисто, наймись в уборщицу Намного дешевле это будет У нее есть и уборщица, и она занимается собой И уделяет воспитанию детей Это тут разные же темы Уделять воспитанию детей и быть твоей кухаркой в уборщице дома Ты говоришь, что год она должна быть с ребенком Ну да, воспитывать, конечно Тут не говорится, возьми нянью и забудь про детей И иди кайфуй, занимайся саморазвитием и забудь про ребенка Тут ты занимайся воспитанием ребенка И те моменты, которые убраться, погладить, приготовить Это может сделать другой человек Даже лучше, возможно, чем твоя жена И это будет стоить недорого 5 тысяч тенге за 3-4 дня можно оплатить Ну, в смысле, один раз она за 3-4 дня придет и уберется Да А прикинь, жена, да, как это, в смысле, она с утра просыпается Вначале она готовит завтрак Она всех этих детей приводит в себя, чтобы они не позавтракали Потом она это убирает Потом уже время настало готовки обеда После обеда она всю эту посуду моет А детям уже надо опять там что-то, я не знаю, поиграть Это, по идее, для женщин слов, надо пойти Это рутика продолжается, а потом вечером приходишь ты А уже когда время должен быть ужин После ужина все это убирает День надо искупать А ты потом лежишь в кровати и ждешь Типа, сейчас жена придет, переспим А она приходит, вся никакая, или как бы, вот такая прическа Ложится и... То есть девушки не романтизируют, да, о сложностях именно уборки Там, вот... Романтизируют? Романтизируют, а, типа... Драматизируют Нет, драматизируют, да, скажем Но, братан, я один раз попытался остаться с сыном Двумя остановками на три часа один Это реально не драматизирует Это пиздец тяжело, братан Одному, бля, я не знаю Я тоже один раз оставался просто с его женой Окей, интересно Я не хотел бы Хорошо Насчет этой женщины Ты очень коротко сказал, прям, типа, хоп-хоп А, может, она какие-то умные там вещи сказала Ну, на самом деле, она очень многому меня научила Типа, как обходиться с женщиной Как, ну, типа, ты должен, ты по-любому Ну, если с тобой женщина, ты должен ухаживать за ней Что бы она ни делала Элементарно Просто открыть дверь, там, надеть пальто Подставить стульчик Ну, это простые вещи Которые, блин, женщинам необходимы И мы просто про эти вещи забываем Типа, ну, ничего страшного, открой дверь Там, типа, сядет машину сама, да, типа Да ничего страшного, наденет куртку сама И, блин, вот эти мелочи, это, они очень важны Ну, как бы, как сказала Дана, бог в деталях Ага И даже в плане бизнеса, да, она меня учила там Как вести бизнес, как общаться с партнерами И как налаживать систему И много-много чему, короче И за это я, там, как бы, очень благодарен Это женщина я Да, да, да Я первый раз просто слышу, чтобы женщина была ментором Ну, в смысле, среди знакомых Ну, бывало такое даже, типа Я, короче, она мне один раз звонит, типа Улукбек, что делаешь? А, не отвлекай, а что делаешь? Я говорю, я глажу рубашку Она говорит, что? Я говорю, я рубашку глажу Она говорит, ты что, гонишь, да? Ты что, не можешь тебе позволить нанять, там, уборщицу, чтобы она тебе гладила рубашку А ты занимался какими-то делами поважней Или, типа, пригласи уборщицу, пусть она на неделю тебе подготовит рубашки И забудь об этом вообще, чтобы я, типа, об этом никогда не слышал Нахера ты какой-то херней занимаешься, типа Это, типа, не твое дело и забудь про это Или, типа, блин, что за хрень вообще происходит? Почему так? То есть ты глажкой больше вообще не занимаешься? Нет, не занимаюсь Круто, круто Все, глажу я Так, по идее, мы много о чем обсудили Осталось отрезать косичку глянцев Вот парда степстэк Вот парда степстэк Нет, короче Мы последний раз, да, вот с кем-то встречались И, типа, вот этот парень, который вас снимал, типа, в сториз Такой вот, симпатичный, типа, да? Что за фигня у него, типа, висит? Такой, типа, охуенно красивый, почему эта хуйня висит? Да? А, и вы, короче, типа, скажите, типа, пусть он говорит, нет А я сам, короче, скажите Нет, это первый раз, бро, когда мы тебя первый раз увидели, мы думали, на хрена тебе эта хрень Ну, да я вообще просто тупую, в деньгам него это верим, короче Раз, два, три Ба-ба-ба! Этому можно позорить Базар, джекста Я тебе дарю этот хвост, ай-гыра! Пароль для слабаков Пароль для слабаков Я не читал его Серьезно? Какой такой? Сволочь Скажи, напомни, напомни, напомни Пароль для слабаков Типа, вот смотри, сама ситуация такая Когда у тебя, ну, будет жена, да? Ага Ты, это, полный доступ ей предоставишь в плане телефона? А, пароль для слабаков Нет, я ненавижу Вот, даже не жена, хоть кто Я не люблю, когда трогают мой телефон О! Наконец-то, сука! Ну, в смысле, это, просто, это раздражает меня Просто не нравится Это мое личное, вот, не трожь, вот здесь нет Вот здесь нет Ну, мужики, ты женат? Я, нет, не женат Ты женат? Нет Ну, между женой и мужем не бывает личного Да нет Как, ну, кажется, личное пространство Есть личное пространство Но оно не должно нарушаться, оно должно быть взаимным Ты даешь пароль, но ты знаешь, что, в смысле, она тебе не допустит, чтобы дойти Ну, ощущение, что у меня есть свой пароль, оно мне спокойствие Не, ну, пусть пароля не будет, но мой телефон пусть никто не трогает Да, вот, если так, то тоже прикольно Нет, в смысле, у вас просто, ты можешь взять телефон жены, просто вот так? В любой момент, в любой Ага Не, она может тоже самое сделать Окей, то есть, прям, стопроцентное доверие, да, по идее, это хорошо Тысяча процентов В смысле, любую фотку, которая у меня там есть А тебе просто неприятно получается? У меня просто, у меня бзык такой, я не люблю Даже это пусть будет не жена, даже пусть будет родной брат, ну, типа, телефон, это телефон, типа, ну, вот тут Ну, родного брата тоже секреты, братан, есть Ну, в смысле, твоей личной жизни, которую там, да, там, по сцене, твои сцены там и так далее, конечно, ты не хочешь показывать Какой-то пост, давай я с вас прочту, чтобы это люди были Ты не хочешь его показывать, правильно же? Показывать? Ну, я вот и говорю, родного брата А А, допустим, от жены такой темы нету? Не, у меня от тебя тоже нет секреты Давай, я прочту просто, пароль для слабаков С первого дня знакомства с Ажары у нас повелось так, что между нами не может быть каких-либо паролей на телефонах, ноутбуках, почтах и так далее Наша позиция была ясна обоим Мы доверяем друг другу на 100% На второй день знакомства мы рассказали друг другу все Все секреты, раскрыли все потайные карты Поговорили обо всем, не было ничего, что она могла не знать обо мне и так же в мою сторону Никаких секретов, никаких тайн, ничего недосказанного Поэтому и пароли друг от друга нам не нужны Это не значит, что мы сутками проводим аудит личных переписок, проверяем всю фотогалерею и звонки Нет, мы четко понимаем, что у каждого есть право на проверку Но никто из нас не переходит эту границу, которая построена на доверии Это нечто очень тонкое и неосязаемое Наши пароли на всем дублируются, но мы никогда не нарушаем границ личного пространства Умение доверять – это один из самых больших подарков Всевышнего Чаще всего инициатором секретного пароля на телефоне или в исте является мужчина В основном тут два варианта Первый – это комплексы мужчины, который хочет продемонстрировать, каким альфа-самцом он является Тут все понятно, альфа-самцам и их последователям не место в семейных отношениях Второе – это скандалы, интриги и расследования, которые хранятся за этим паролем А тут немного сложнее, ведь отношения, построенные на лжи, рождают недосказанность и обман А это далеко не история из хэппи-энд В моменты, когда я сомневаюсь, правильно ли я все делаю, у меня все очень просто Я всегда смотрю на папу, у него образцовая семья для меня и никаких секретов А уж тем более, паролей от мамы у него нет У меня также, как у вас, очень много друзей альфа-самцов, которые смеются надо мной и советуют, что жена никогда не должна иметь доступ в твой телефон Называю это воспитанием, я все понимаю и согласен с ними Но для меня спокойствие моей жены намного дороже, чем быть крутым, брутальным альфа Занимайтесь любовью, а не паролями Ты это разделяешь, прям поддерживаешь Ну не все А что именно, какой момент? Ну в смысле Как и с государственной политикой Я за них, но не все Ну я не против, чтобы там паролей не было Ну не так, чтобы там Постоянно лезли, да? Об этом же там тоже написано Я не люблю, чтобы вообще нарушали мое личное пространство Ну в смысле, это мое личное Я там много всего личного у меня есть, я не хочу, чтобы кто-то там ковырялся Да, да, да А у тебя вообще ноль этого Ну, допустим, есть там, эти, как его, в WhatsApp-е группы, как и все, где чисто пацаны общаются Естественно, она знает, что у нее нет права туда заходить Если, допустим, у меня будет Вот, мне капец с трудом было Вот зеленые, допустим, ссылки, где там 72 сообщения, да, ежедневно там копят за которые Если оно открыто, естественно, я ей за это предъявлю Оно бывает открыто Не, оно вообще никогда не бывает открыто Вообще никогда-никогда Никогда-никогда Вот именно группой никогда Вот посмотри мне в глаза Никогда-никогда Можно крупным планом глаза Если он сейчас откроет ноздри, он сейчас врет Никогда-никогда Все, врет Не, реально, братан Ну, я знаю, но, в смысле, она знает, что Все, да, 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 да Ты, как я, прям, как ведущий стал Попыла, короче Вы все поняли, да? Я мужик Типа, ой, Жан, смотри, смотри Я и сам хотел тебе показать Пойду посуду помою Пойду посуду помою Не, просто тот контент, который, например, мне в группе пацаны отправляют Не, не, братан Это запретная тема В смысле У нее есть У нее есть Я вообще даже не хочу, чтобы она заглядывала, например, там Ну, блин, человеческий интерес такой же, что это Человек хочет понять, посмотреть Да, да, предпосылок, чтобы не было Да, да Ну, если он допускается, то ты с нее спрашиваешь за это Короче, каждый для себя решит, да? Ну, я, по идее, где-то разделяю То есть, мне нравится Мне кажется, я просто должен прийти к тому, что Типа, стопроцентно довериться человеку То есть, это будет круто Но, внутри, я чувствую, что есть какие-то барьеры То есть, мне будет диском Ну, смотри, в этой же даже группе там, пацанов Что может быть такого, что выставить тебя как-то не в том свете, да? Ну, нет, ну, есть там типа Пацанские темы же есть, о которых вот никто Я поделюсь, да, своим личным с тобой, и чтобы Да, вот только из-за этого, только из-за этого я нельзя Ну, в смысле, я ей говорю, в смысле, там нет моего ничего Там есть их уже, да, внутри, внутрики Я бы не хотел, чтобы ты знал об этом Все Ага Если, естественно, там что-то с моей стороны Есть какие-то правила, да, типа нельзя заходить вот сюда Ну, в смысле, у меня есть тоже доступ к ее группам, где там девочки Ну, естественно, там девочки, да, похлеще обсуждают там И под руки, и всего Естественно, она не хочет, чтобы я об этом знал А ты откуда знаешь? Ну, я слышал Я не читал, я просто слышал, да? Ну, у меня есть право зайти, я несколько раз, в смысле, заходил, в смысле, натыкался И понимаю, что потом, в смысле, мне это не интересно Не, а почему нарушаешь, что-то, да? Это же правило же у вас было Ну, вот, смотри, братан, дальше А как себя спросили? Расскажи Ну, это было грубо очень Ну, вот, это не приветствуется, братан, ни сегодня с моей стороны Но эта возможность есть у каждого Ага Мы просто, этот, тоже сегодня, когда выбирали тему для обсуждения Один из наших чуваков сказал, типа, блин, лучше довериться Потому что, по-любому, если ты что-то хочешь спрятать и так далее Да, да, да Это выплывет по-любому, типа, да А если ты чист, в смысле, ты... Голджик, Голджик, что там, брат? Бля, уберите волосы, пожалуйста, куда-нибудь Забери еще волосы, пожалуйста Есть какая-то мораль прикольная, там, не знаю, насчет отношений или насчет бизнеса То, что ты хотел бы или ты хотел бы сказать Давай ты про отношения, наверное Да, да А я про отношения Сто процентов доверить друг другу Наверное, это основная мораль Херу это что говорить? Нет, имеется в виду, у нас же есть проблема в Казахстане того, что Таких, как ты Кто относится к своей жене вот так Очень мало, на самом деле Ну, в смысле... И это очень необычно то, что ты сам из Джасказгана, да То есть из регионального города, по идее И у тебя вот такое вот видение Это очень круто, мне очень сильно нравится Потому что я сам из Сатпаева, да Всего 18 километров, но в плане... Тебя не коснулась эта волна? Нет, я, по идее, разделяю То есть, ну, я-то не женат, поэтому много чего не знаю, да Что творится в вашем мире там В вашей галактике Да, просто интересно, может быть, какой-то типа совет Или что к тем пацанам, которые вот прям Типа, ты кухарка, ты подай-н-да Короче, что это, мозги не пальцы А нет, ни того совета нет таких пацанов Ну, в смысле, у каждого своя жизнь Сам каждый выбирает свой путь Ну, да Если, в смысле, я не тот, которому там 60 лет Но ты это не пропагандируешь, да? Я не пропагандирую, я просто пишу о том, что у меня происходит В смысле, у меня вот так, я нашел такое решение У меня вот так получилось Мне вот так более комфортно Я не говорю, что тебе надо копировать и делать так же Естественно, есть там воспитание, есть более, да, там, традиционные семьи Жена обязана просыпаться 6 утра Ну, в смысле, ее воспитывали так Ее мама так себе воспитывалась Для нее это окей, короче Для нее это норм Но если говорить именно о современном обществе Которое, там, не видит себя в рамках Казахстана, там, Алматы или же Тазгана Более масштабно как это выглядит, да? То, конечно, соответственно, лучше подстраиваться под более современные веяния А от этого никуда не деться Сейчас, в любом случае, женщина не позиционируется как кухарка Женщина позиционируется как личность, которая должна себя тоже как-то реализовать Мне очень понравилась та мысль, которую вы сказали, Аллы Ба То, что каждая девушка То есть не девушка, а и жена, и муж должны быть на одном витке развития Это 100% Когда Ганс мне посоветовал посмотреть Александра Пальенко, да, если не ошибаюсь Я посмотрел его видосы И он там как раз рассказывает про это То, что если женщина вот здесь, да, а ты вот здесь, да, в плане саморазма Развитии и так далее Она у тебя будет вампилить энергию, да Постоянно свои проблемы Да Наскучивает, короче Постоянно требует внимания и так далее Когда вот здесь, все окей Когда вот здесь, тоже траблы, короче То есть пацаны нас же коробят то, что, типа, самореализация, вот это важно И мы не можем ее постоянно догнать Поэтому, оказывается, всегда надо, короче, искать вот где-то вот здесь вот Это та мораль, которую я хотел, в конце, типа, подвести красиво, чтобы девчонки, короче, себя... А, да, и пацаны такие, блин, точно Вот Мораль? Капец, все сказать А мораль, я должен про бизнес, да, что ты скажешь? Не обязательно, все, что ты хочешь Ну, я... Ну что, я не буду Любите своих дам и не бейте их Не бейте их Все окей, хорошо Если честно, я сам прям поток вот этого шухан 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 пошел после того, как вот трансформатор Минус 18 миллионов по нашей поездке в Москву И есть минус 15 миллионов, когда мы заказывали часы И мы заобщались, короче, с Хабибом и пригласили его к нам в бутик Теперь у нас трижды выгоняли из квартиры за четыре недели Из-за того, что мы снимали, как семейная пара Ага А в итоге не сказали Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!